Постригим слава роду, слава нашему народу, ритма музыки... Студенты Елабужского института КФУ отпраздновали День славянской письменности и культуры. 24 мая – дата, вошедшая в историю как день создания азбуки для старославянского и церковно-славянского языков, ставшей позже известной в народе как кириллица. В этот день принято отдавать дань памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, которые тем самым внесли неоценимый вклад в развитие культуры славянских народов. По традиции организатором праздника в стенах Елабужского института стала кафедра русского языка и литературы, однако в этом году приобщиться к действу смогли студенты и других направлений, а также обучающиеся колледжа и университетской школы. В ходе мероприятия со сцены прозвучали народные песни, молитвы, инсценировки старинных обрядов, а также научная информация об истории развития письменности у славян. Все творческие номера были объединены одной сюжетной линией, главными героями которой стали Кирилл и Мефодий. Это наши традиции, язык является одной из важных традиций нашего народа, и сегодня на мероприятии собрались не только студенты отделения филологии и истории, но и студенты различных отделений нашего вуза. Было очень приятно участвовать и смотреть на ребят, которые принимали в этом участие, и они очень много готовились, старались, чтобы порадовать наших зрителей и вспомнить все наши корни. Отрадно, что молодые люди, студенты так широко, так ярко, красиво и так умно отмечают этот день в истории нашей культуры. Сценарный ход исполнен был очень интересно. С одной стороны, научно, потому что это история нашего языка, это история нашей культуры. С другой стороны, это очень яркое действие, которое вызывает отклик и самые положительные эмоции. Мы очень рады и гордимся, что участвуем в таких мероприятиях. Сегодня отметили День старославянской письменности и культуры. Язык нас объединяет, и мы гордимся этим, что мы вместе. По окончании творческой программы праздника были объявлены имена победителей конкурса научно-популярных видеороликов, посвященных изучению этимологии славянских слов. Русский язык – это тот язык, на котором мы говорим. Благодаря этому мероприятию формируется интерес, поскольку что-то новое люди узнают, и это закрепляется в памяти. Этому поспособствовал и конкурс, в котором мы приняли участие, называется «Тайна слова», задачей которого было снять видеоролик. Я сама поучаствовала, заняла первое место. Мне было очень интересно, так сказать, покопаться в этимологии. И мне кажется, вот такой формат очень привлекает и молодое поколение, и взрослые, и даже совсем малышей. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.